Хочется сразу участие в нашем другом столе. Меня зовут Сергей Борисович, я представляю проект «Аудио Гидрук» и буду вести другого стола. С вами участвует Екатерина Белова, компания «Эксподируй», которая занимается поставками в музей оборудования для работы гидов и консультациями. Екатерина Белова, компания «Эксподируй», он расскажет программное решение той же самой проблемы обеспечения наших друзей оборудования. Я зашел небольшое сообщение, но потом послушаем коллег и подискутируем, что у нас на самом деле происходит с культурой оборудования в музеях, и почему это может быть не так развито, как за рубежом, и какие здесь пути решающие. Разрешите, я с места делаю свое сообщение. Я полагаю, установлю такой тезис, что сейчас мы стоим на пороге перехода каутюгидом нового поколения. Это уже будет третье поколение, сейчас мы посмотрим, что такое первое и второе поколение. И два слова о том, чем мы занимаемся. Значит, наш проект «Аудиогиду», многие с ним знакомы. С 2006 года мы создаем аудиогиды по городам, по Москве, по Петербургу, европейским городам. Также разрабатываем заказ аудиогиды для музеев и туристических компаний. Мы не занимаемся продажей оборудования, не создаем программного обеспечения. Наша самая задача – создание собственного аудиогиды. Формируем текстов, редактирование, подготовка, озвучивание, собственно, озвучивание и доведение их до аудитории. Ну вот, на слайде представлены основные веки. Значит, в 2006 году мы начали выпустить первый аудиогид, который был в Курмирских проспектах по самым тех годам. Ну, затем, постепенно, появилось порядка 40 аудиогид. С 2006 года мы издавали нашего аудиогиду для совместности с фирмой 1С на компакт-дисмент. Мы потом стали искать возможность в аудитории нашего аудиогиду с помощью и более продвинутых каналов для электронной продажи. В 2011 году мы впервые в России вместе с компанией MicroSD начали продавать наши аудиогиды на карты MicroSD. Мы здесь, в связи с компанией MicroSD, стали продавать наши аудиогиды, уже записанные карты MicroSD. Это еще дом, человек прямо в магазине может купить, вставить свой плеер или мобильный телефон и пользоваться нашими аудиогидами. Ну и в 2013 году мы издали порядка 50, можно говорить, аудиогидов. Мы начали со встречи с компанией E-Strell, к которым отдельный разговор. Мы считаем, как, безусловно, аудиогид нужны в музее и буквы на причине. Во-первых, это просто удобный подачек, как будет в музей и осмысленный знакомый с экспозицией, и они просто делают вид, что им это интересно. Во-вторых, наличие самого аудиогида, особенно возможность его заранее получить на свой мобильный телефон, смартфон и планшет, мне кажется, будет способствовать привлечению аудитории в музее, особенно среди молодой публики. Ну и, в общем, на самом деле, самому согласен, что сейчас смартфонами и планшетами пользуется самая широкая аудитория. Но есть определенные проблемы. На мой взгляд, любая программа, в том числе и программа аудиогида, для любого человека создает стресс, потому что, ну, как минимум, не надо разобраться, какие кнопки, функции и так далее. Поэтому здесь было бы большое преимущество, если произвести какие-то общепризнанные металлические подходы к созданию таких программ. То есть, чтобы человек в любой музей приходил и там пользовался аудиогидом с понятным интерфейсом. Ну, по крайней мере, это такая пластическая трубка, которую вы видели во многих музеях, такой антивандальный IP3. А там все понятно, там набираешь номер тут треком, нажимаешь в зеленую кнопку, и он тебе рассказывает. Ну, это понятно уже в интерфейсе. Но вот в программных интерфейсах, интерфейс таких мультимедийных, где есть возможность только прослушивать IP3-файлы, ну, и просматривать картинки, может быть, видео, текст, там уже появляется такое дарминское разнообразие видов. Аудиогиды есть в русских и российских музеях, здесь очень краткий список, и есть такие аудиогиды, которые доступны в Москве и в Санкт-Петербурге. В других регионах такие аудиогиды есть. Например, с Перми в Крыму, Крымевичество музея, я вот был знаком с этим аудиогидом. Но все-таки их мало, нельзя сказать, что они есть в каждом втором музее. Ну, почему это происходит? Ну, потому что, на самом деле, не так давно это развивается, но в направлении, вот эти аудиогиды в музеях. И тут можно говорить о том, что они уже несколько поколений смели друг друга. Ну, вот, на примере нашего Невского проспекта, он его пластический аудиогид, ну, его относят к первому поколению. Для него характерно линейный маршрут, заранее продуманный, и на этом маршруте размечены точки. Какая-то, кажется, очень записан трек с соответствующим номером, и человек ориентируется по карте, эти треки может прослушать. То же самое с экспозицией в музее. Тоже есть, допустим, карты залов в музее, карты экспонатов, они по номерам, этот человек знакомит с экспонатами, с витринами, с залами. Ну, вы это все хорошо представляете. Вот более сложный аудиогид наших партнеров – это калифорнийская компания «Травоза». Это уже такое, что-то среднее между вторым и третьим поколением, сейчас мы скажем, в отличительных признаках. Здесь уже есть возможность создания аудиогидов через CMS, через систему управления контентом. То есть разработчик на сайте размещает этот аудиогид. Здесь тоже маршрут линейный, но для него, например, можно задавать в определенной области, так называемой тридер-зоны, в которых этот аудиогид будет автоматически срабатывать, если используются смартфонные планшеты с делегацией. Здесь достаточно-таки простые вот эти тридер-зоны, они круглые. Но их можно делать в других приложениях и более сложные, можно и двуугольники делать, и эллипсы, какие угодно эти зоны могут быть в зависимости от специфики местности. Ну, вот теперь, собственно, наш взгляд, как разделить аудиогиды на поколение. Вот здесь вот мы видим три поколения. Первое поколение – это аудиогиды с линейной структурой. Для них характерно использование простых технических средств. Это, так или иначе, MP3-плеер. Будь то аппаратный MP3-плеер, будь то программный MP3-плеер. Для музеев, вот наши коллеги поставляли такие антивандальные варианты. Ну, по сути, это просто устройство, которое можно воспроизводить в распространенный формат MP3. Как таковое программное обеспечение здесь отсутствует. Ну, ради того, что это сам плеер программный для воспроизведения этих тридеров. Вот это второе поколение. Здесь уже появляется более сложная структура текста. То есть для каждой точки разрабатывается структурированный текст. Потому что человек может надолго остановиться по экспонатам. Может ему хочется подробнее узнать. Здесь уже начинается структурированный текст, обложенный текст. Но, на самом деле, все равно все сходятся привязки к точкам. Будь то открытая местность, будь то внутренние экспозиции в музее. Для этого поколения характерны закрытые программы обеспечения. То есть обеспечение, которое создается разработчиком. И никто, кроме разработчиков, их пользоваться больше не может. То есть вот здесь разработчики программы, разработчики устройства и разработчики контента, они, в общем-то, ставят в одном лице. И это имеет определенные недостатки. Ну, здесь уже появляются такие функции, как автоматический запуск, срабатывание при попадании в тридер-зону. Здесь появляются мультимедимные функции, и здесь, по суку, речь идет уже о таком устройстве, как карманный компьютер, мобильный компьютер, домашний компьютер. И вот третье поколение, к которому мы сейчас подходим. Здесь уже основным устройством, которое используется для облегитов, является смартфон и планшет. Ну, как минимум на двух операционных системах Android и то, что предлагает компания Apple, операционная система iPhone. Вот эти устройства уже позволяют решить гораздо большие проблемы и сделать более сложные аудиогиды. И вот наши коллеги с компанией, которые рассказывали, я не был их предкладывать инициативу. Но, возможности здесь уже гораздо более серьезные способности. Здесь, кроме GPS-навигации, и навигации сложной, когда облегит понимает не только, где он находится, но и в такую сторону направлено на ваше устройство. Здесь уже можно создавать гораздо более сложный функционал на аудиогиде. Здесь можно использовать для навигации, повреждений и двумерных QR-кодов. Можно делать такие уже футуристические вещи, как дополненная реальность. То есть, когда посетитель музея наводит, допустим, свой смартфон на какой-то объект, и смартфон понимает, что он наведен на какой-то объект, можно просто подгрузить. Или какой-то фильм там. Или если вы наводите на здание, подгрузить фотографию, снятую в тот с того же адрес, но сто лет назад. То есть, вот такие уже достаточно интересные вещи, которые требуют уже своей реализации. И самое главное, что здесь до третьего поколения, я считаю, будет характерно открытая программа обеспечения. Это, самое главное, разведет двух, две группы участников. Это разработчики контента. То есть, те, кто пишет тексты, озвучивает, в том числе и в музейной среде. И разработчики программного обеспечения. Здесь, конечно, необходимо открывание каких-то общих стандартных методических подходов. Ну, вот это разделение, как мы знаем со школы, которое привело прогресс в разделении Тунда, так и, естественно, разделение Тунда, то мы действительно обеспечим всех посетителей, и вообще тех, кто интересуется культурой истории, обеспечим современными, удобными и интересными. Вот, так говоря, задавку такого хотелось сделать сообщение. Я сейчас предлагаю предоставить слово Екатерину Булу. Два слова о вашем взгляде на культуре Аудиогиды, а потом вас еще и говорю. Добрый день, ваши коллеги. Первый день, я начну с моего представления. Мне хотелось бы вас узнать, все-таки кто же из присутствующих является представителем музея. Вы можете поднять руки? Отлично. А теперь второй вопрос. У кого в музее есть Аудиогиды? Спасибо. Мы заслушали сейчас доклад с Айрой, который немножко сказал о том, какие бывают Аудиогиды и вообще в целом о том, что сейчас происходит у нас на рынке. В связи с этим у меня сразу такой вопрос. А что все-таки в нашем понятии Аудиогид? Потому что сейчас есть традиционные Аудиогиды, о которых нам рассказали первое поколение, о которых воспроизводит только звук. Есть мультимедийные гиды, которые уже рассчитаны на то, что воспроизводят фотографии, видео и аудио. Их тоже почему-то называют общим таким определением Аудиогид. И есть уже третье поколение, это приложение, которое мы скачиваем, мы будем скачивать из интернета на свои смартфоны. Они, опять же, тоже имеют общее название Аудиогид. Мне кажется, некоторая путаница возникает. И в дальнейшем хотелось бы предложить музейную заощадку все-таки как-то сфоренцировать эту терминологию, чтобы не путать нас. Поскольку в нашей практике, опять же, когда к нам обращаются музеи, практика показывает, что они тоже далеко не понимают, что такое Аудиогид, что такое QR-код и вообще в целом, как они взаимодействуют друг с другом. Наша компания занимается разработкой и поставками Аудиогидов уже на протяжении где-то в 5 лет. Обращаются к нам и в музеи, и в музей-заповедники, туристические компании. Заказы их разнообразны. Это и радиогиды, которые они используют в своей работе, и в музейной практике, и аудиогиды. Что касается аудиогидов, да, действительно, они имеют различные модификации, и мы представляем самые простые, ходовые первые поколения Аудиогидов, которые, в принципе, на данный момент у нас наиболее пользуются спросом среди музейщиков, потому что они понятны, в первую очередь им, и простых применений. Далее мы предлагаем мультимедийные аудиогиды, в том числе второго поколения, о котором мы рассказывали, аудиогиды. Мультимедийные гиды и ручки, которые при прикосновении к карте дают информацию посетителю, также планируются у нас продажи аудиогидов, мультимедийных гидов нового поколения, в которых тоже был рассказ. Но, все-таки, на данный момент, мне кажется, трудно говорить о том, какое из представленных устройств лучше, потому что для каждого музея это все очень индивидуально. Если говорить о большом крупном музее, в котором мы планируем провести весь день, например, как Дарвиновский музей, вполне это очень интересно, и они разработали уже такой вид вложения для мультимедий телефонов. Но вот то, что касается маленьких музеев, литературного производства, музыкального производства, для каких-то камерных домов, квартир и так далее, мне кажется, что все-таки какое-то преимущество преобладает над вторым и третьим типом, и первым вполне очень даже до использования не делимся. Тем более мы сейчас много говорим о доступности музеев. для доступности музеев разными категориями посетителей, в том числе иностранцев. Что греха таить, даже в Москве в настоящий момент далеко не каждый музей есть, хотя бы обычный адрес. и, собственно, вот этот успешек мои коллеги и мы к какому-то взаимодействию будем, конечно, закрыть. но гиды традиционные простые в использовании и представляют возможность записать аудиоэкскурсию по музею на различных языках. в один гид вы можете включить большое количество языков и большое количество фрагментов аудиозаписи, которым будет соответствовать определенный фрагмент экспозиции. в преимуществах таких аудиогидов прежде всего является лёгкость в эксплуатации, воспроизведение может быть как ручным, когда посетитель нажимает кнопку и у определенного знака ему проигрывается текст, или же автоматическим, когда посетитель подходит к витрине, срабатывает датчик, и он слушает в наушниках какой-то текст. Одновременно к такому аудиогиду можно включить два наушника, то есть пара посетителей можно одновременно послушать аудиоэкскурсию. Повторюсь, что у обычного традиционного гида он очень легкий в использовании, и, соответственно, доступен как школьный, так и пенсионер. То, что касается и иностранца. Любой иностранец, которому вы дадите кредит небольшую инструкцию по пользованию, можно спокойно ходить по экспозиции и изучать её. иностранца. Это же касается и посетителей с ограниченными возможностями, поскольку такие гиды снабжены специальными кнопками, которые можно выпуклыми кнопками, которые легкие в использовании, и также специальным оборудованием, так называемым «Нерф-блуб», которое прикрепляется к аудиогиду, и на радиофондух осуществляет звук в слуховом аппарате. «Нерф-блуб» Для такого аудиогида совершенно не требуется сеть Wi-Fi, и его можно использовать на открытой территории. То же касается электричества. Если он у вас заряжен, то посетитель может посещать экспозицию, которая не предполагает электричества. Возможно, это касается и музеев под открытым небом, таких крупных музеев. Заряжается этот аппарат очень просто, на специальной зарядной панели, или же через USB. Опять же, повторюсь, что такой аудиогид может являться его арендой и некоторым подспорен для музеев, но мы стремимся, конечно, к тому, чтобы они были бесплатны, как уже за рубежом-то практикуются. И, наверное, последнее, что хочется сказать о преимуществах таких аппаратов. Конечно, я понимаю, что в будущем техника идет вперед, и в будущем они заменятся более современными оборудованиями. Но, тем не менее, для музейных работников преимущество в том, что вы можете полностью влиять на контент, создавать авторские экскурсии. Вы можете заменять фрагменты аудиозаписи в этих аудиогидах, если у вас вдруг в музее наметилась экспозиция или новая выставка. Вы можете очень оперативно заменить файл и добавить другие. И, опять же, на первом плане остается все-таки главный герой – музейный предмет. Аудиогид является в данном случае все-таки расширенной. Отойдем к проводнику. Аудиогид, который не отвлекает посетителей от отсмотра экспозиции, является экспликацией и расширенной этикеткой для посетителей. Если говорить об отрицательных моментах, о них мы тоже, безусловно, скажем. Это то, что аудиогиды все-таки необходимо приобретать, это техника и наполнять контентом. Записывать аудиозапись. Ну, тут также возможна аудиозапись сотрудников, если кто-то наберется смелости, взять на себя такую ответственность или уже обратиться к профессиональному диктору. Наверное, то, что я хотела сказать. Спасибо. Возможно, мой рассказ был расплывчатый, но... Ну, мы сейчас в дискуссии как раз вскроем. Да, давайте. Представляю слово Егору Яковлеву. Представитель компании из Треллова, которая расскажет о своем видении будущего аудиогидов. Добрый день. Ну, в первую очередь, я хочу поблагодарить коллег за то, что они так хорошо и подробно рассказали о том, что я хотел бы предложить вам немножко по-другому взглянуть на тему аудиогидов. Вот. Не как работников организации культуры, музеев, библиотек, а как простых людей. Каждый из нас, наверное, любит путешествовать. Ну, я тоже. И в современном мире это стало очень просто. Если же, ну, генерал продуктов, вы можете забронировать бюлеты через AniWay Day, найти международной через Booking.com, заранее прочитать отзывы и советы по посещению разных достопримечательностей в GeekAdvisor. Причем он даже нужен для этого компьютер. Все эти приложения есть у вас в мобильном телефоне. Ну, хорошо. Вы удачно прилетели в новый город, разместились в добром отеле. Что дальше? Что делать, если вам хочется изучить этот город? Что делать, если вам нужен ваш персональный гид, который расскажет вам историю, нужно вам вместе в удобное время, в удобной тематике. Причем желательно бесплатно, но предупрофессионально. Собственно, то, о чем я хочу рассказать, это сервис издрева, который позволяет решить эти проблемы. Что же это такое? Это бесплатное решение, которое позволяет каждому, кто хочет создать контент, будь то музей, библиотека, частное лицо, краевед, энтузиаст, сделать это с помощью простого веб-интерфейса, создать свои истории и тут же опубликовать на любого человека на Земле с помощью мобильного приложения для самых популярных мобильных платформ. Сервис издрева позволяет создавать контент как для музейных экспозиций внутренних, так и для уличного тура с автоматическим запуском истории, больше без позиционеров. Ну, если немножко сложно, я покажу эту презентацию чуть-чуть позже. А сейчас, только представьте, вы прилетаете в незнакомый город, запускаете приложение в вашем телефоне, вставляете наушники и все. Вы идете по улице, и приложение само рассказывает вам о достопримечательностях вокруг вас. Оно рассказывает вам маршрут к следующей достопримечательности. Оно предлагает посетить музей, который находится неподалеку от вашего маршрута. Заходя в музей, вы продолжаете наслаждаться аудиоэкскурсией по экспонатам этого музея в том же самом приложении, не выходя из него. А закончив осмотр, вы ходите на улицу и продолжаете переработать уличный тур. Фантастика? Уже нет. Все, что вам нужно, это сервис Easy Travel. И как это технически работает, я, собственно, сейчас и перейду. Я хочу только перед этим сказать немножко сослаться на вчерашнее выступление, чтобы подтвердить необходимость и востребованность этой темы. Вчера был очень интересный доклад Татьяны Андреевны Смирновой из Мосгорнаследия по проекте «Узнай Москва», где публикуются истории знаменитых и замечательных московских домов, рассказанных краеведом или простыми горожанами. Также был доклад Фигуровой и Вера Павловна из дома Гоголя. Размещение на карте истории о гоголевских местах и необходимости выходить за пределы музея при общении со своими посетителями. Таких примеров много, много было и сегодня в разных выступлениях. Организации и люди хотят рассказывать истории как по музейным экспонатам, так и привязанные к конкретным местам. Но главная трудность на этом пути — как сделать истории доступными всем желающим в настоящем удобном, современном формате. Желательно в одном месте, чтобы нужно было искать по разным источникам разные тематики. С помощью нашего сервиса мы решаем очень важную задачу. Мы позволяем всем тем, кто хочет создавать контент, сосредоточиться именно на этом и не задумываться о технологиях. Ведь разработка приложений, разработка новых технологий — это совсем не кофе-бурсея, это не профи библиотек, не профи других. Сколько трубу с этим занимаются профессионалы, а захочет это сделать в том числе и нам, а вы сконцентрируетесь на создании контента. Как это работает? Я сейчас покажу свою презентацию. Итак, об этом уже рассказали. Какие бывают аудиогиды? Следующая часть. Сервис Isitremel состоит из двух основных элементов. Это веб-система управления контентом, CMS, Content Management System, где любой человек может загрузить свои аудиоистории, тексты, видео, картинки на разных языках для своего музея. И это мобильное приложение Opus для самых популярных платформ, через который посетители и пользователи могут получить доступ к этому контенту. Немножко подробно. Ну, в первую очередь, сервис Isitremel бесплатен. Бесплатен для использования, бесплатен для регистрации. Вы можете загружать любое количество контента на разных языках. Здесь нет никаких ограничений. Его интерфейс достаточно прост. Мы делали его адаптивно понятно. Мы снабжили систему большим количеством help-off, примеров, и даже онлайн-вые системы обращения к нам за помощью в случае каких-то сложностей. И самое интересное, то, что с помощью него вы легко можете изменять свой контент. Вы решили сегодня добавить новую историю о новом экспонате, о котором раньше не было. Вы зашли, это сделали. И, наверное, это стало доступным всем посетителям. Мобильное приложение Opus. Работает на платформах iOS Android, самый популярный, сейчас занимающий более 90% рынок смартфонов. Тем не менее, мы начинаем разработкой под Windows Phone, и тем самым мы покроем большинство подавляющее всех смартфонов. Количество же смартфонов по статистике сейчас увеличивается очень сильно, и через совсем небольшое время практически у каждого человека выйдет в кармане такое устройство. Что еще важно? Приложение работает как онлайн, так как оффлайн. Это позволяет очень здорово сэкономить туристов на роулинге. Будучи в путешествии, лучше заранее по бесплатному Wi-Fi скачать контент и просто плантливить его весело. И что самое интересное, в этом приложении вы получаете доступ ко всему контенту, который есть в сервисе Easy Travel. Будь то в музее, будь то туры, в разных городах, на разных языках. Все в одном приложении. Вы не вынуждены искать отдельное приложение для каждого музея. Давайте разберем, как выглядит использование приложения внутри музея. Ну, есть три довольно стандартных и удобных способа использования. Это полный список всех экспонатов с их картинками. Можно выбрать любой из них и посмотреть более подробную информацию. Это номерочки стандартные, которые висят с номером истории. Или это QR-код, который генерится, кстати, автоматически в нашем же CMS. Который также можно распечатать и повесить около экспоната. На улице история выглядит немножко по-другому. Здесь человеку, в принципе, вообще не нужно доставать телефон из кармана. Запустив тур, он идет по улице. Истории автоматически включаются при приближении к объектам по GPS. В туре вы снабжены аудиоподсказками навигационными, куда идти дальше. Поэтому человек не заблудится. Ну, если заблудится, то всегда можно сведить свое местоположение по карте. Но общая идея — вставил наушники, пошел полтора часа и даже не спешил телефон из кармана. Самое интересное — то, что создать аудиогипт в такой системе очень просто. Здесь показан срок. Одна неделя, на самом деле, достаточно получаса, чтобы сделать самую простую реализацию и уже попробовать, как это работает. Состоит все это из трех шагов. Первое, что нужно сделать — это записать свои аудиоистории, записать, готовить контент. Ну, на самом деле, я почти уверен, что почти у всех из вас уже есть контент по вашим экспонатам. Может быть, он есть не в аудиомиде, но есть тексты, есть картинки, фотографии, есть живые экскурсоводы, которые водят экскурсии и знают такие интересные истории для живого общения. Все, что нужно сделать — взять обычный смартфон или диктофон и не испугаться записать эти истории. Качество современных устройств позволяет это делать на очень высоком уровне, в обычных домашних или рабочих условиях. У нас есть примеры, могу о них потом подробнее рассказать. Следующий шаг — это с помощью CMS все эти данные загрузить на мой портал. И самое интересное — это анонсировать наличие аудиогида для ваших посетителей. Обычно для этого достаточно плакатов приходят. Мне сказано, уважаемые посетители, у нас есть бесплатный аудиогид. Скачайте его по нашему бесплатному Wi-Fi и наслаждайтесь экспозицией. Давайте теперь вернемся к теме, которую начал Сергей, о разделении рынков в аудиогидах. От текущего стандартного подхода «все в одном», когда разработчик приложения и разработчик контента делают все вместе, где в этой схеме музей, которому нужен аудиогид. На самом деле для создания аудиисторий нужно произвести запись историй, произвести их редактирование, нужно найти аппараты, на чем все это будет проигрываться, разработать программу обеспечения, которое позволит это все слушать, и заниматься обслуживанием этих устройств, выдавать в аренду, собирать, чинить и так далее. Так надо ли во все эти этапы вкладываться в Урсию и инвестировать свои деньги? Во что лучше это сделать – в технологии или в контент? Мы заявляем, что на самом деле самое главное в любом аудиогиде – это, конечно же, контент. Технологии не имеют значения, они постоянно меняются и уходят. Музей должен не инвестироваться в создание контента. Если мы исключаем аппараты, нам не нужно их обслуживать и сдавать в аренду, нам не нужно разрабатывать под них программное обеспечение, а вот этот дорогой сектор записи и редактирования с помощью того, что сейчас это можно сделать самостоятельно, можно уменьшить до таких размеров. Это очень дешевая и простая точка входа для музея. Но что делать с тем, если своих ресурсов не хватает? Если созданный такой первый образец с 10, 20, 30, 40 экспонатов, записанный своими силами, в принципе справляется со своими задачами, но его недостаточно. Хочется донять профессионального директора, хочется сделать больше истории. Сейчас, учитывая финансовые сложности во многих музеях, нужно искать где-то финансирование. Я уверен, что в каждом из музеев есть какие-то спонсоры, есть внебюджетные финансирования. Но что проще, прийти и сказать наружные деньги на аудиогид или прийти с уже готовым решением и сказать, нам нужно улучшить это, нам нужна некоторая положительность, чтобы свои истории сделать еще лучше, сделать их еще красивее, включить дополнительное финансирование и сделать аудиогид более высокого качества. Теперь мы перейдем к самой интересной теме. Я уже говорил в начале, что аудиогид работает и внутри, и снаружи. И приведу пример, когда человек гуляет по городу, заходит в музей, выходит и продолжает работать. Я расскажу о синергии, которая дает такой подход. Представьте себе, как есть обычный городской музей. Однако помимо этого городского музея, есть еще исторический музей и художественный музей. А также городской туристический центр, где многие туристы начинают связываться с городом, заходя вдоль. То есть просто куда пойти, получают какую-то карту. Или, как мы предлагаем в нашем случае, они видят плакат, сканируют QR-код, скачивают приложение и идут гулять с ним. И уже маршрут, начинающийся от туристического центра, проходит по улице города, предлагая зайти во все музеи, которые находятся по пути, и тем самым перераспределяя туристические потоки, направляя их так, чтобы они наиболее эффективно охватили городскую среду и посетили наибольшее количество музеев. Более того, так как в приложении видны сразу все музеи, то те люди, которые зашли, скажем, в художественный музей, прослушав там экспозицию, они сразу увидят в приложении, о, показывается всего в 300 метрах. У меня есть исторический музей, где тоже есть ирон-дюрники, зайдут туда, а потом в городской музей и так далее. То есть начинает работать некое сарафонное радио, когда посетители шли не к вам, они даже не знали о существовании нашего музея. Они гуляли по публичному туру или они зашли в соседний музей, и там им сказали о вашем музее. Они очень пригласили подойти. Очень важная сейчас тема, об этом сегодня в том числе говорилось, это социальные сети, шарики, использование вот этих интернетных возможностей для привлечения новых посетителей. Это полностью поддержано в приложении КОПАС. Как это пойдет? Когда человек слушает авторный вид, ему понравилась какая-то история или понравился музей, он просто говорит, хочет поделиться с друзьями. И, например, через Фейсбук. И на его страничке в Фейсбуке появляется информация. Герасим Иванов был в музее «Парадинская панорама», ему это понравилось. Все его друзья видят эту ссылочку и могут не только увидеть ее, но и зайти на специально автоматически создаваемый нами виртуальный музей, виртуальную экспозицию музея и увидеть, какая же история, собственно, понравилась Иванову Герасиму. Вот подвиг артиллеристов. Видна картинка, виден текст, есть возможность скачать аудиогид. Человек, если смотрит этот мобильный цвет, он не скачет. И тем самым один человек поделился, 30 его друзей увидели, 3 ему это понравилось, они пришли в музей. Я хочу только чуть-чуть подробнее остановиться на вот этом вот моменте. Мы это называем контент-браузером. Когда вы создаете аудиогид, описывая свои экспонаты, картины, они доступны становятся не только в мобильном приложении, мы автоматически генерируем для них интернет-страничку, где представлены, вот как мы видим, все они, все эти картинки, я могу показать потом живую через интернет, и тем самым вы автоматически получаете виртуальную экспозицию. То, о чем сегодня, в принципе, было, как показать контент, существующий в музее. Это есть, для этого ничего не нужно делать дополнительно. Создавая аудиогид, вы автоматически получаете нагрузку бесплатной виртуальной экспозиции. Так, что у нас дальше? Ну и, наверное, в завершении такого короткой части я хочу еще раз подсветить основные выгоды для всех. Выгоды, в первую очередь, не от нашего решения, не от нашей технологии, выгоды от разделения рынка создания контента и рынка проигрывания контента, музеев и создателей железок и софта. В первую очередь, если рассматривать музеи, то это возможность создания нового сервиса. Бесплатное, удобное, это востребовано посетителями, это привлечет новых местей. Мало того, это с помощью возможности шаринга, объединения с другими музеями и уличной культурами возможности привлечь новых посетителей. Принципиальная вещь, которая пропагандируется нашим сервисом как открытым решением, это то, что все права на создаваемый контент принадлежат музею и остаются только вам. Вы можете использовать этот контент здесь, в любом другом приложении, забрать его отсюда в любой момент. Это ваш контент, в который вы инвестировались, он принадлежит только вам. Я знаю, что некоторые производители железных устройств забирают часть прав и накладывают ограничения на использование истории в других местах. Это не про нас. Для посетителей, в первую очередь, это то, что аудиогид всегда с собой. Это его собственный телефон. Он к нему привык, у него родные наушники, элементарно гигиенические вещи, не про чужие наушники. У него удобный интерфейс, один для всех музеев и футуров, ему не нужно привыкать к новым приложениям. Он всегда получает контент наиболее подходящий ему на его языке, подходящий, возможно, к его какие-то возрастные и другие особенности. И он работает везде. Куда бы я ни поеду, гуляя по своему городу, отправляясь в командировку, в отпуск и так далее, я получу информацию в этом приложении. Ну, как я уже сказал в самом начале, мы, кстати, пропустим, мы анонсировались всего пять месяцев назад, публично анонсировали наш сервис. Это было на выставке интермузе в 2013 в Москве. Тем не менее, с тех пор у нас появилось более трехсот партнеров, которые работают с нашим сервисом. Это и музеи, и библиотеки, и городские власти, юрист информейшн офисы, просто частные люди, краеведы, любители своего города, энтузиасты, которые создают контент. И на данный момент уже сотни историй, тысячи историй, простите, доступны через приложение. Но здесь только некоторые из них. В Москве это Московский зоопарк, это музей «Бородинская панорама», который здесь присутствует, и можете, я думаю, потом рассказать, насколько им удобно или неудобно работать с нашим сервисом. Это экспериментанию музеев. Есть много городских, в том числе от аудио и гитру компании, которые лежат все у нас по разным городам. Если брать по миру, то много работ в Швеции, сейчас есть Стринберг музеев, очень много музеев искусства и истории в Женеве, ведутся много-много других проектов, которые ведутся, и люди готовят контент. Ну, собственно, на этом все. Есть разные вещи, я думаю, в процессе вопросов-ответов. Я с удовольствием отвечу на все. Спасибо, Виктор. Есть какие-нибудь вопросы на докладчиков? Очень хороший вопрос. Мы действительно коммерческая компания, мы не альтруисты. Все очень просто. Наша идея построить действительно глобальный большой сервис с миллионами пользователей по всему миру. А при горе такие сервисы должны быть бесплатно. Мы знаем UMA, Skype, много чего еще. Тем не менее, если компания хочет зарабатывать на нашем сервисе деньги, то есть предоставлять аудио гит для пользователей не бесплатно, продавать его за деньги, мы возьмем небольшую комиссию с этого. Я очень надеюсь, что большинство музеев хочет предоставлять аудио гиды своим людям бесплатно, потому что это повышает их вылью. У них другая задача у музеев. Они должны нести просвещение, но есть. И другие пользователи сервиса, например, туристические агентства или экскурсионные бюро, это единственные источники дохода. Они создают тур, продают его за 2 доллара, мы получаем от этого 100%. Поэтому очень простая аналогия, это, например, Skype. Это мы очень многим пользуемся Skype. Бесплатные звонки друг с другом. Но есть 5-10% людей, которые через Skype звонят на городские номера и платят за это деньги. Этих 10% хватает, чтобы Skype стоят несколько миллиардов долларов. Вот примерно такая же идеология в нашем районе. Какие еще вопросы? Как вы будете реализовывать к работе в нашем приложении, если положено 3 тысячи всего? Как я сказал, мы анонсировались только в июне месяце. У нас не было целенаправленной рекламы нашего приложения пользователя. Потому что на данном первом этапе мы в первую очередь работаем с музеями и другими контент-провайдами создателями контента. Потому что пользователям будет бесполезно предложать приложение, где мало историй. Поэтому мы поступаем на выставках, мы посвящаем вот такие мероприятия по всему миру. И те пользователи, которые у нас сейчас есть, это в первую очередь те люди, которые пришли в этот музей и установили там себе приложение. Потому что здесь в облаках, люди скачивают. Но очень интересный момент, потому что по статистике мы видим, что это неоднократное приложение. То есть люди, пришедшие, ну например, экспериментально, загрузившие в аудиогибнам, они же потом прослушивают истории о Вене и так далее. Кстати, можно я еще секундочку добавлю? Очень короткий момент. Сегодня об этом очень много говорилось. Это решение, мобильный аудиогибн наш, позволяет собирать всю статистику. То есть модель провайдера получает всю информацию о том, сколько людей прослушали истории, на каких языках, где они находились и так далее. Это позволит отслеживать, какие истории популярны, какие не популярны, что им интересно, вся эта информация доступна контент-провайтерам. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. У нас есть поиск по вручению и нажимаем. У нас есть поиск по следующим вещам. Это стандартный встроенный поиск Google Card, который позволяет человеку найти любое место на карте для того, чтобы сориентироваться. Я планирую поехать в Вену и посетить венскую оперу. Где она находится, я могу это сделать в приложении. И также есть поиск по содержимому аудиогидов. Он не анализирует их содержимое, он ищет по названию, по тексту, по автору. И, кстати, здесь очень тоже важный момент. Обязательно вот в списке историй, которые есть в приложении доступны, автор контента всегда показывается. И мы всеми силами стараемся удачить того, кто создал контент. То есть мы не то, что собираем программу, а наоборот всеми силами показываем, копираем, чтобы человек знал, чьи истории ему понравились. Поэтому, если компания аудиогидру создает интересные туры, то человек, приезжая в незнакомый город, может найти контент по создателю. Мне интересует только контент аудиогидру, потому что я знаю, что он хорошо пишет историю. Я найду эти истории и буду слушать. Но также могу найти их и по названию. Я ответил, что мы можем сказать. Ваши фирмы – это российское и сегодня представительство? Это голландская компания. У нас нет российского представительства. Это голландская компания полностью. То есть вы здесь просто работаете как голландцы? Да. А где находятся разработчики? Разработчики находятся по всему миру. Это в том числе люди, сидящие и в России, и в Голландии, и в других странах Европы. Какой объект? Если вы решите готовый продукт? Вы, под которыми продуктами имеете в виду туры и музеи? Да. Я понял. На самом деле я могу сейчас на компьютере показать, как это выглядит. Показать просто и полный список, потому что они доступны в вебе. Но речь идет о нескольких десятках туров и десятки-полутора музеев. Но я как бы еще раз подчеркну. Мы не создаем эти данные. Мы создаем платформу, чтобы вы могли создавать эти данные. Чем больше участников, чем больше людей, которые хотят создать аудиогилизовое музее, и рассказать эти примечательности города, тем больше будет информации. Еще один вопрос. Да. Вот список, про которые вы говорите, это вот на этом сайте easy travel или где… Да, это список доступен на сайте easy travel, но это надо через слэшный сайт брауз, чтобы получить контент браузера просто. Ну, или через новости зайти до другой ссылки. Мы сейчас через пару недель торжествуем новую версию сайта, которая будет начинаться прямо с этого списка. Покажем мы с городов. Какие еще вопросы? Пожалуйста. Хорошо, очень интересный вопрос, на него есть сразу много ответов. С точки зрения мобильного телефона, это далеко не самый нижний ограничитель. В современных смартфонах много места, и если мы не говорим о большом количестве видеоинформации, а именно говорим об аудиотекстах и картинках, то речь идет о сотнях историй, которые можно рассказать. Другое дело, что столько историй музею зачастую трудно записать, это большая работа. И, как мы знаем, по примеру, огромного количества аудиогидов в музеях обычная речь идет о нескольких десятках экспонатах и о наиболее популярных, скажем так, ваших. С другой стороны, если вы хотите дать своему посетителю наиболее полный опыт, вы можете сделать полную коллекцию, и человек, подходя к любой картине, к любой статуе, к любому, я не знаю, элементам, сможет послушать именно его историю. Нет одного ШТРа. Но на вашем вопросе это речь, это о сотнях физических ограничений, такое устройство, не со стороны сервиса. Игорь Михайлович, у него есть еще один вопрос. Еще один вопрос. Не только к Егору, но и другим датчикам. Верно, у меня такой вопрос мало. Вы послушали рассказ Егора. Как Вы думаете, все-таки у аппаратных аудиогидов останется своя фиша, даже при слове, что все опустители будут оказываться своими бесплатными аудиогидами? Не получится так, что никто не будет им пользоваться? Естественно, весь идет вперед, и когда-то в скором времени, наверное, это не случится. Потому что когда в каждом нашем музее будет бесплатная ланьба, или же когда в экскурсионном бюро будет сидеть специалист, который сможет помогать туристу скачивать информацию. Естественно, когда начинка с контентом стандартного аудиогидера будет полностью и быстро скачиваться в сотовой телефон, или в планшет, естественно, это все уйдет. Но как-то же это случится в нашем стране, вопрос открытый. Самое интересное, что до сих пор аппаратного женира не так глубоко не проник в музею, как он. Их нет. Потому что в своем музее. А не Тайги, или Айтын, наверное, Сава. Как? Вот есть такой новосток проще в музее? Может кто-то и хочет сказать? Хорошо, кто из музеев согласен? Хочет ответить как-то? Если мы с финансированием отпустим, вот кроме этого. Может быть нет спроса, может быть нет туристов. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Да, да, только с вами. Значит, на мой взгляд, я как администрация, ну, задача сложная система, администрирование, ну, то есть как бы взял, отдал, на самом деле учил. И я уже даже не говорю о тех обслуживаниях, которые тоже должно быть некое, ну, если не слуха, то пока не шло. Второе. Как бы то ни было, что вы это только, ну, хоть как-то, в разумные сроки, ну, в общем, нужно брать какие-то деяния. Пока, вот, я сушу по нам, по нашим посетителям, я, кстати, по дизайному музею и, в общем, небольшого города. А у Югиды хорошо, наверное, тут работать, да, где много туристов. Где турист, но он как бы менее привязан к житку, он как-то легче избавляется от едет. А вот местные жители к этому, в общем, как-то достаточно. То есть всякая прибавка там 20 людей уже является неким, ну, как бы, критическим моментом. Вот у нас в Ярославле, в Ярославских музеях он увел у себя аудиогиды, но он увел по социальной программе, и в основном ими пользуются, опять же, пенсионеры, которые могли написать бесплатно по там социальному статусу. Ну и, наконец, последнее, понятно совершенно, что, как бы, самое дорогое, это, конечно, делать вот эти вот истории. И, ну, вот, к этому музей, музей больше как бы вот пишет, 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 что там творить когда-нибудь меньше будет. На мой взгляд, еще здесь есть некая проблема. Спасибо. Да, можно зарабатывать то, что вы знаете, в мире, а потом еще, это же можно проводить, оплатывать, выручивать в лантерии. И есть в лантерии такие механизмы, что ли это нахивать. Опять же, вчера, по-моему, завтра с Георгию говорил, что все в процессе монетизации, они даже не завязываются. Здесь тоже, если они, как бы, себя считают, болтением, что это очень сложно. Хорошо, тогда другой вопрос. По-моему, в музее запрещено фотографирование, да? Все мы знаем об этом. Это такая, да, серьезная проблема для всех детей, если мы начинаем музейные клуби сообщества. Вот как здесь быть в случае, если мы загружаем такой бесплатный сайт в своей коллекции, который сегодня скачает один человек, завтра все, не обесценит ли это саму коллекцию и музей? И вообще, как с авторскими правами задать вопрос? У кого вы скажете, музей или у вас? У музейщик. У музейщик. У музейщик. Как вы боитесь, все что узнал. Насчет скачивать, так как всему интернету раздается, и не, ну, ну, на класс. Как правило, на самом деле. Запрещение фотографирования в большей степени относится к художественным музеям. Это вот такая, я бы сказал, традиция нашей страны. Краевические музеи менее нацелены на это. И понятно даже почему. Значит, художественные музеи воспринимают свою коллекцию как источник дохода путем публикаций. Краевические, как правило, это не распад. Но в последнее время уже это очень, как бы, даже художественные музеи на это смотрят уже весьма давно. Вот так. То, что здесь, скачиваясь с одной стороны, уже вот сейчас, пришло то, пока у людей, когда, ну вот я помню еще то время, когда просто сам разговор про то, что выставили картинку в интернет, вызывал, ну, практически шел со стороны правилителей. Сейчас уже все понимают, что, как бы, картинку в интернете уже много. И если ты хочешь ее качественно, то ты все равно ее купишь. Поэтому я здесь не вижу большую проблему. То есть, по крайней мере, меняемся. То есть, изображения, которые есть во время видах, они уже до личного употребления. Можно я тоже немножко отвечу на все различные вопросы? Ну, касательно, во-первых, железных аутюйов. Действительно, смартфон есть не у каждого. И, ну, это действительно проблема. Надо это решать. Плюс садятся батарейки и так далее. Здесь есть очень простая вещь. Это приложение работает на базе андроида. Есть очень много дешевых андроид-устройств. Мы не должны покупать специализированную железку. Вы можете купить самый дешевый андроид-телефон, который стоит порядка 50 долларов. Это примерно раз в 5, наверное, дешевле, чем стандартные вот эти аудиогиды-трубки. И у нас есть специальный rental-режим на устройствах, который позволяет зарядить классы данных. Не нужен ни Wi-Fi, больше ничего. И выдавать в аренду эти устройства. Это, как бы, решает ту проблему, если музей говорит, я, тем не менее, хочу выдавать в аренду. Окей, это решаемо. У нас есть положительный пример музея РАД в Женеве, который закупил 5 таких устройств за трехмесячную выставку, раздавая их в 5 фрак, в 4 раза отбил их стоимость. Это первая часть. Касательно боязни выставлять свой контент наружу. Мы, как создатели сервиса и люди, которые предлагают, действительно иногда слышим у музеев такие вещи, что как же так, если мы сейчас опубликуем аудиогид, и люди придут к нам в музей. Это не так. Есть исследования, которые на недавнем выставке в музее ВЭБ, с Алисоневским институтом были. Именно проведены исследования, как влияет публикация, например, в социальных сетях, контент на музей. Отпугивает она людей или приводит? Исследования показали, что существенное количество людей приходит. Мало того, у вас получаются дополнительные возможности использовать этих людей. Приводились примеры, когда в музею для выставки не обладали ретрофотографии, и непонятно было, где их взять. Если без своего интернет-сообщества был дан клич, и они получили столько фотографий, сколько даже не рассчитывали, не могли собрать по разным музеям. То есть этого не надо бояться, люди сейчас мыслят по-другому. Никто не отказывается от путешествия в каком-нибудь европейском городе только потому, что все его фотографии видны в интернете, и всю историю можно найти. Мало того, чего бояться публиковать картины для художественных музеев, если они есть себе були, любить любую картину в виде или изображения с полным описанием. Это действительно уже пережить и непонятно. Спасибо. А есть ли у меня из музеев, кто хочет высказаться, почему нет у них? Почему они есть? Какие они должны быть? Да, пожалуйста. Можно я с вами сказать копейку? Не сомн, как спорно. Значит, самое ценное в государственный армитаж, как было уже сказано, это то, что называют таким противным словом контент. На самом деле, содержательная часть. И, в общем-то, это объект авторского права, потому что единственное, что есть, это текст. Если делается аудиогетом железный, то за этот текст заплатили деньги. И права оговорены в договоре. В общем, юридическая сторона, она закрыта. Что касается свободно распространяемого продукта, если это не несет коммерческой выгоды, а в данном случае мы имеем дело с перепродажей контента, при котором не заключается никакой индивидуальный талант. То есть это недостаток такого схемы, в которой половина... Ну, потому что спросили, в чем коммерческая выгода? В том, что они перепродают чужую работу. Не совсем так. Точнее, совсем не так. Мы берем деньги за предоставляемый сервис, за CMS, за приложение, за осуществление транзакций и так далее. Если вы это делаете бесплатно, мы не зарабатываем на этом ничего. Мало того, касательно авторских прав, все авторские права принадлежат вам. Это прописано в нашем с вами лицензионном договоре, который при регистрации в CMS вы принимаете. Права ваши. Мы их не отдаем никому. То есть, то, что человек его прослушал, ну окей, он также и через железный аудиогид музей его слушает. Просто дальше этот текст записали, опубликовали, да? Нет. Не мы. Мы не делаем никаких манипуляций с контенцией. Вы создаете фильм и публикуете. Правильно. Так это можно сами уже публиковать без захода на сайт. Да, конечно. Можно сделать вопрос. Вопросы можно пользоваться. А что еще в музее есть? Пожалуйста. Музей панорамы «Братинская битва». Коллеги, дело в том, что музейное сообщество, о котором мы говорили, было, есть, останется очень долго, очень просто. Включая то понятие, которое мы хотели бы, чтобы мы определились. Не будет этого. Долгое время. То есть, аудиогидом будут все называть то, что понимаются. Так, скажу вам больше. У нас в музее есть вот эта вот железяка, которая называется конкретно аудиогид. Она нам продана как аудиогид. Используется она у нас при использовании по требованию бухгалтерии. На мой вопрос к директору почему, она мне сказала не спрашивать. И так каждый раз отвечает. Бухгалтерия определила, что вот эта железка, так же как все остальное, будет называться электронный экскурсовод. Вот за это мы можем брать деньги, за аудиогид не можем почему-то. Даже на сайте. Даже на сайте, да. То есть, вот такая смешная штуковина. Поэтому готовьтесь, у вас еще будут электронные экскурсоводы заказывать. И тоже будете долго выяснять, что это такое. В отношении контента тоже все музеи абсолютно разные. Вот в государственном орбитаже вот так. И я, например, считаю, что тот контент, который меня так приучили, не потому что я такая вот, да, родилась, меня так приучили на моей работе, что весь контент, который я создаю в рабочее время, мне зарплату заплатили за это. Все. И для меня это нормально. Я действительно получаю зарплату, грех жаловаться в Москве, да. Поэтому все, что я пишу в рабочее время, оно может быть свободно распространяемо и никаких денег. Да, вот я из тех музеев, которые радуются, когда мне просто приносят. Вы не представляете, это, вот это было потрясением до сих пор. Я сегодня, когда смотрела, как это грузится, да удивление просто. Вот больше всего удивление вызывает то, что это просто. Я почему рвалась рассказать, мы буквально вот сегодня, то есть вот у нас сейчас прямо на этих днях воплощается моя мечта. Розовая, голубая, как угодно, та мечта, которая не смогла воплотиться благодаря фонду Потанинова. То есть я пыталась пройти в прошлом году, не вышла. Но зато теперь это стало возможным во многом благодаря тому, что очень вовремя пришли, очень вовремя мы с ними познакомились. Мечта состояла в том, чтобы связать музеи 12-го года очень маленькие, самые провинциальные, те, о которых почти никто не знает. Ну ладно, Малый Ярославль знает, кто занимается войной 12-го года. Ну, а вот есть еще такие музеечки в Баградионовске, есть памятники. Ну, где только их нет. В Подмосковье их очень много. Музеи, в которых крыльевическая экспозиция, но есть один-два экспоната, которые рассказывают о войне 1812-го года. И очень хочется людям рассказать, потому что есть такие вот сумасшедшие, которые приходят в музей Панораму, да, и говорят, я хочу знать про эту войну всю. Где я могу еще что-нибудь. И вот сейчас мы запускаем проект, который называется «Истории, я и география». То есть в музее Панораме будут висеть все карты, рассказывающие о событиях 12-го года и о музеях, в которых по этим событиям что-то есть. Или герой как-то там отразился, да, или вещи чьи-то, усадьба чья-то. Проходил кто-то мимо, госпиталь был или что-то еще. Вот сделать это технически мы могли и сами, но с помощью вот этой всей технологии это сделать получается в разом быстрее. Более того, это гораздо интереснее участие в этом проекте. Я уже переговаривала по телефону с нашими, со многими музеями, с которыми мы работаем. Это партнерский проект, у нас 19 партнеров по очень разным регионам России. Они готовы, дают свой контент тоже абсолютно бесплатно, они рады. В большинстве случаев они не заключают даже с нами никаких договоров. Просто нам шлюют письма, да, мы готовы, мы согласны, чтобы с музея Панорам посылали к нам в музей и показывали у нас. Вот в нашей экспозиции мы собирались разместить, и сейчас так и будет, да, вот эти истории из других музеев. Но теперь эти музеи смогут получить и у себя такую штуковину. То есть кто-нибудь, проезжая мимо Тарутина, будет знать, что этот музей относится к войне 1812 года. А еще есть такой проект, музей Панорам в Москве, хорошо, недалеко. Но еще и по всему, по всему, по всему сайту. То есть это, в общем, достаточно удобная штука. Больше всего она мне радует именно вот этой своей географической позиционированием и вот этой вот связкой. А что касается разных-разных устройств, то опять-таки, смотрите, здесь не отомрут, мне кажется, никогда и железяки в том числе, потому что не только музеи разные, но и посетители у них тоже. Мы вот пронаблюдали, у нас есть и они, и QR-коды, то есть публик совершенно разный, смотря кто что хочет. То есть есть люди, которые нам переносят вот эти вещи или им просто физически неудобно, да. Вот у него, ну скажем так, человек не любит таскать большой лапоть, а это значит, что экранчик у него маленький, и это значит, что всю историю, всю картинку он не увидел, то есть ему реально проще смотреть на экспонаты, слушать, да. И это совершенно разные еще форматы подачи. Вот еще что важно. В вашем случае интереснее, когда есть картинка, чтобы история была завлекательной, чтобы она была написана по-другому. А тот, который идет и просто хочет слышать экскурсию, да, слышать ее, а он выдержит и более нагруженный текст, более прямой, более правильный по-музейному, и более нацеленный на экспозицию, может быть. То есть это разные способы подачи. Спасибо. К сожалению, у нас времени время исчезает порошковых столов. Если кого-то интересовало, мы в чате порошковых столов здесь остаемся, мы можем пообщаться и скутировать. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу нашей конференции. И сейчас у нас по программе «Круглый стол». Проект «Весь Толстой» в один клик. Культурное наследие в цикле «Руками» волонтеров. А ведущие там ставят теплые денихничные.